Первое место занимать не обязательно, они могут второе занятие, все равно по РМР-пойнтам выйдут. Ну вот, тем более. Если я не ошибаюсь. Так, ну что ж, у нас уже Инферно в самом разгаре, Ренагейс тут быстрые два минуса для себя находит, Пиззи, победит, отвечают. Три в три ситуация, кстати, Дуалбереты у обоих команд мы наблюдали. Очень интересно, Инс здесь отлично пикает Банан, выбивает Эппик Дюда и так, два в два. Интересно, что у нас один игрок атаки на Банане, второй игрок на втором центре, бомба вообще лежит в яме, Пиззи обходит через центр, Инс этого может не ожидать. Нет, он ожидал, он ожидал. Ну и в итоге минуты 10 секунд на таймере, бомба под контролем, значит, что можно скоординироваться вместе с Мальтой и рвануть куда-нибудь, ну, на Апленд, судя по всему. Хотя там уже в библиотеке находится Рофлка, такого прочекали. Ну и, скорее всего, шансов ему тут не должны оставлять. Попытается повлиять хотя бы на установку бомбы, а может быть даже и на исход этого раунда. Ну и нет, Мальта говорит строгое, нет, флэш полоно, и там Рофлка бы как-то пропикал, то другое дело было бы. Но у нас тем временем Пиззи убивает Мальту, выход на Б, Погдуд справляется с первым, прячется на дарке. Инс не позволяет ему добраться даже до этой позиции, и точка Б под контролем. Еще и Рофлка зачем-то врывался в дым, Сика его обескуражил, конечно, в этом моменте, но это... Непонятно, Рофлка здесь отыграл, но и защита у нас отправляется прямиком на сейв. Абика, Калаша и Эмки. Пиззи здесь еще забирает Сика для себя. Алистер чуть не попался. Агрессивно играет, боится снайпера вражеского. Мне кажется, Ренегейт в принципе тут не боятся. Да, 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 есть такое, мне кажется. Ну что ж, 4-0 для Ренегейт. Три засейвленных девайса есть у Вертекс, будет с чем отыгрывать в следующем раунде, уже хорошо. Флэшки, ХЕ, ну и поехали. У ХАЦи здесь хорошая позиция. Пиззи делает минус. И открывается вдвоем, на ХАЦи это минус 2 и минус Брейс, все, вот и задушен этот ретейк. Как же близко сейчас находится Алистейр. И Эпок Дуд разворачивается спиной Алистейр. А он не делает, он вообще на авик делал свитч в какой-то момент. В итоге падает, падает также и Мальта, и Ренегейт посыпались в этом раунде. Вообще. Ну это 5-0 может быть, да, так и происходит. Вот и собрались. То Вертекс могут камбетчить вот прям вплоть до 7-4, а дальше и того хуже может быть. И все, раун начинается с 2-4 для Инса и ХАЦ, пока я вам все рассказывал про экономику. У нас минута... Не, они откроются. Ну нет, я имею в виду, что если будут с Плантаза ходить. Ну, слышат, если что, так. Так, заметил. Ай-яй-яй, но у Дик-то было 22 хп, но ХАЦ. Немножко не полетело. Слишком аккуратно, по-моему, по стрельбе решил играть. А ну. Все пятеро игроков, кстати, на приемке у нас Эпок Дюд, Рофлк. Во. Так, один минус второй, третий... А Рофлк так и никого не может убить. Эпок Дюд всех застилил. Ну, этот Соло остается, но против него двое игроков начинают спрейить, кстати, раньше, чем нужно. Ну, Брейс тут забирает Листера, Сика остается Соло, будет пытаться на бомбу играть. Ну, все, Хаешка его очень сильно надамажит. И Сика... Ну, это будет реально Сика Моут, если он это возьмет, но нет. 7-4 для Вертекс. Ну, все не так уж и плохо, на самом деле, для них складывается. Планты. 3-4 может оказаться не проблемой. Главное, чтобы сейчас под пизи никто не открывался из-за тройки. Стоит мать на спине. Опа. Здорово. Пу. Уже 3-3, хац. Один минус делает, но размен произошел. Мальта в итоге остается... И была бы сейчас на Ешечка. Ай-яй-яй, красный пизи забирает его, но... А времени нет, а времени нет, все. Ну, там, на самом деле, я так понял, пизи сначала подумал, что у него не было китов, потом оказалось, что у него есть киты, а потом, когда он уже пришел к выводу. Двойка игроков с Б уже стягивает сна, будут пытаться, видимо, кидером принимать. Нет. Он остался. Я пугду. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас достался. Так, есть первые два минуса. Проверяет нычку, а тут пизи савик, он просто вышел на охоту, аллигатор такой себе. Он понимает, что есть ковры, и... Ну, ждал, ждал этого выхода из шорта, но не дождался. В итоге, Эпок Дуд остается один, и Сика его просто убивает ву. Если это против Ренегейтс, там было сделано хотя бы однажды, то окей. Нет. Ну, вот и я, доктор. Так, Эпок Дуд жестко справляется с двумя, Хедс и Сика на размене. Рофука успел, я так понимаю, уже сделать один фраг когда-то. Обратите внимание, один на одиннадцать идет. Ну, времени уже даже банально не хватает для того, чтобы всех убить и задефузить. НТ. НТ. По обву сторону. Да, там тоже перевес Ренегейтс в атаку. Да, да. И сейчас непонятно, как вторая половина закончится на самом деле. Оу. А, так можно было? А так можно было. И вот так можно. Так. Так, а дикт. Ну, у нас просто дезмач небольшой происходит на ребрах. Два в три остаются, эдикт и эпок Дуд. Будет символично, если он за карту сделать двадцать один фраг. Да, кстати. Мальта. Оу. Жестко, жестко эдикт вырубает. Байтит на остановку плента, но и падает от Алистейра. Круто. Молотовым на лонг и молотовым на шорт. Здесь у нас тройка игроков защиты уже будет принимать. Сика. Мальта делает минус. Ну, здесь кроссфайр. Еще минусы, еще и... Все, похороночка. Похороночка. Наволен с такой расстановкой сил защиты. Но посмотрим. Ну да, там Сика, наверное, пометил с Клашом. И вот он делает эндри фраг по Дюду. Мальта также забирает эдикта. И все, Пизе остается последней. По нему есть информация. Сейчас максимум Мальта сможет забрать красного. Вот и оно. Но Сика здесь разменивает. Четырнадцатый раунд забирает все-таки Ренагейтс. Свою сказать. Брейс, кстати, грамотно отыгрывает через лонг. Инс его считает более-менее, но у него МПшка. Можно перестрелять. И вот он хедшот от Брейса. Отлично. Это вырисует сразу же сплит. Это Б раунд. Это просто гениально. Так, ну если хат все не испортит. А тут времени в обрез. Еще и флешку отбрасывал. Он сделал всего два фрага за карту. Но второй стал, возможно, ключевым. Успел, слава богу. Сика остается последним с Клашом. Что это за раунд? Просто переворот тут какой-то настройник. Мне кажется, по своим дает. А Брейс у нас, кстати, капитан команды между... Шорт по Брейса очень жестко. Хе-шка залетает на минус. Почти все хп, короче говоря, что у него было. Ой-ой-ой. Так, минус пароффалка. А тут еще и красный Брейс. Не прилетает в него Молотов. Но он хоть куда-то упал. И Листейр под флешку Сика репикает. Круто. Эдикт убивает Сика. Но остается 2 в 4. Вместе с Пизи, у которого 9 хп и авик на руках. Они в атаке. И подыграть будет нелегко. Падает Эдикт. И с Пизи, скорее всего, тоже придется попрощаться. Здорово. 15 раунд. Забирают Листейр. Против пистолетов. Это, на самом деле, может быть даже и мало. Бомба установлена. Выходит Сика на байт. А Листейр его убивает. А Дикт один против троих на позиции... Ну, можно ее назвать позиция Хоббита. Потому что вспоминаем последнюю карту против Имморталс на Караковском мажоре. И если он это сделает, то же самое. Будет, конечно, очень круто. Но Хоббитом тут и близко не пахнет. 16-6. Зачем нам играть девайс, на них потеть, если можно запотеть один раз на эко и собрать 16. Они, мне кажется, даже не потели. Просто такие, типа... Что-то там Минс хэдшот повесил. Ладно, давайте, возьмем раунд. Ну, ладно, давайте. Ну, ладно. Планируем, как бы, седьмое давать. Ну, раз что на то пошло, давайте возьмем сейчас. Если дают, то надо брать. По Пиззи у того остается 35 хп. Но армора у него нет, поэтому демэдж он получает гораздо больше. Апокдуд плентит. Прилетает Хаешка. Хорошая какая-то. Тут еще и Сика два шикарных минуса дает. Пиззи дал размен, но уже ситуация 2 в 4. И рофлком на пленте убивают. Пиззи с 35 хп остается последним. Сейчас спина... Ну, в общем, здесь без шансов. Первый раунд для себя забирают Тренегейтс. А, и выходить. Здесь Мальта, кстати, в такой близкой позиции, довольно-таки. Может подловить здесь одного игрока, как минимум. Да. Нет, все-таки Брейс оставляет на 16 хп, но все равно. А, Боба у нас и под Б, кстати. Мы не заметили. А Сика еще и ушел из-за балки. Позиция у него теперь довольно посредственная. Вполне дефолтная. Но убивает одного. Только в итоге Инс и Алистер остаются 2 в 3. Ну, вот Вертекс просто подловили сейчас на ошибках своих оппонентов. Инс устремился под флешку. А там красный Адикт от Ущу Эпок только поставил бомбу. И у него остается 2 хп. Листер его убивает. 1 на 1 против Пиззи. Садится дефузить. Есть киты. И Пиззи. Пиззи не успевает. Ой-ой-ой. Какая боль. Какая босс. Будет очень нелегко. Тем более, одна флешка, один смог, один молик. И одни киты. Почему Альта не убивает Эдикта? Ну, убила же в конце концов. У нас в 22 в 3 уже Сика Инс по 30 хп на двоих. Все. В атаке у нас 4 калаша АМка. Фуллбай есть. Вот так себя прекрасно чувствует. Так. Будет прорываться. Смотри, Хатс уже тем временем убила Дикта. И найти бы его девайс. И он находит калаш. Ой, как приятно. Не получится. Там еще... Здесь еще их в бустах. Да-да-да. Вот Инс там сейчас готов уже вылазить. Здравствуйте, Брейс. Так, ну это медная хп на самом деле его могла спасти сейчас. Но не спасла. Инс двигается в сторону Пиззи. Готов ли к Пиззи Инс? Готов ли к Пиззи Инс? Очевидно, нет. Мальта здесь отлетает. Сика с Хатсом остаются вдвоем против троих игроков атаки. Есть два калаша на руках. Фулл армор. Но нету китов, нету гранат. Не знаю. Могут надеяться на какой-то халявный килл, возможно, и уже от этого пытаться играть. Но я бы, конечно, на их месте засейвила. Эпок дюд. Это еще и Хатса убирает. Да. Сика у нас отправляется на сейв, и это все-таки 2-2. Сравняем трофейный калаш. Но здесь уже атака мидл выходит. Хатс с Юспом, не Соло, а Синсом вместе стоят на пэнне. Но Юспы. А вот Юспы. А вот Юспы. Да, Хатс убивает Роффлка. Брейс, Атса. Ну и на этом, скорее всего, братственная новость для Ренегейт закончится. Алистейр уходит на сейв, а Мальта тоже уходит на сейв. Ну, в общем, Биар где-то. На каком турнире вообще было сложно вспомнить. Но там тоже была карта Вертига. И проигрывая 15-10, Ренегейтс сделали камбэк. Погодили 19-15. Там что-то, по-моему, Алистейр 45 фрагов сделал. Причем что-то около 25 у него было перед допами, короче говоря. Жестко включился. Поэтому, ну, Ренегейтс эту карту играть умеют. Тем более, Мэйб... Соло Мальта отыгрывает рукав. По нему, вероятнее, все будет информация, что... Осторожно, там, по смерти, может быть. Ой-ой-ой, вот и упор от Мальты. Дадут ли ему уйти. А тут и пактуют. О-о-о-о-о-о-о. Ну вот ключевую роль сыграл именно этот парень. Рофука, короче, помог ему с убийством Мальты. Ну и Хатс. Да, там все для Хатс. Да. Европейские РМР и, возможно, какая-то команда у нас будет снова называться ФНАТЭК-9. Так, Инс. Забирает Брейса. Уже 3 в 5 вертекс. Рофука тут летит. Плюс В. Алистейр его наказывает за такое. Везде и Эрик вдвоем на рампе будут пытаться найти для себя какие-то минусы. Ой-ой-ой-ой, Инс, Инс убивает. Ну, Инс сбивает, забирает Алистейра. И знает, что еще на цементе есть. Ой-ой-ой. Мальта как же жестко выкручится из этой ситуации. Заметил, что Пагдуда не решился с ним стреляться. Ну, потому что 4 в 4 ситуацию спасти, на самом деле. Наверное, проблема. Его не читают. Его не читают. А посмотрите на Инса. Что этот парень сейчас будет делать? Выбивает бомбу из бомб Плентера. Продолжает жить, но его сейчас убьет Пизи. Эдик перед этим минуснул Мальту. И 2 в 3 остаются Сика и Хац. Будут ли они это выбивать? Ну что, деньги есть. Ну и хотелось бы уже, наверное, самим выйти вперед. Хац замечает на цементе игрока. Открывается под рукав. Не убивает Эдик, ты 1 в 3 Сика должен сейвить. Это раунд все-таки для Вертекса. Я думаю, Инс просто... Кетверо. Мне неприятно, что 2 авика сейчас в ритейке. Да-да-да, это большой минус. Но Сика убивает Пизи. Промахивается Алистейр. И Брейс его еще и за это наказывает. Сика прострелом каким-то образом. Выключает Эпок Дуда из этого раунда. У Брейса 29 хп. А тут Адик тоже падает. И в итоге Брейс 1 в 3. Сработали. Сработали. Как-то с божьей помощью взяли все-таки Ренегейтса. Не очень оправданный пик был. В первую очередь от Мальты. Эпок Дюд. Заходит в спину Алистера. Он того не чекает. Сейчас минус. Инс разменивает. Но 3 в 3 ситуация. Есть информация, что один игрок на Апланте. Брейс. Со своими тиммейтами. Кстати, вся тройка будет отыгрывать через мидл. Пытаться. Здесь у нас Сика на гвардии. Она с Айвиком. Не выстрелил. Не выстрелил. Жесть. Ну 10 секунд. Смотри на время. Смотри на время. Сика. Ну скоп дает. И последний Брейс остается. Ну тоже попытался. ХЕСу надо просто жить. Просто надо жить. Все. Он выживает. Это 7 раунд для Рене Гейтса. Хотя вроде же так все хорошо начиналось. Эпок Дюд вышел. Убил Авик. Там можно было просто выйти под Аплент. Не знаю. Убить одного игрока, который на 5 стоял. Там дым какой-то дать. ХЕШка хорошая. Прилетает по пизи. 13 хп остается. Молотов отбрасывает. Но здесь Сика. Зажат. Инс убивает одного. Второго. И все. Прилетает потом ХЕШка от ХЕСа, который убивает Брейса. И Мальта справляется со всеми. Эпок Дюд агрессивно, кстати, играет. Мальта его видела или нет? Интересно. Мальта. В смоках. Ой-ой-ой. Не замечает. Эпок Дюд оформляет первый минус в этом раунде. 5-4 сейчас в Вертекс находится. Эпок Дюд еще и второго забирает. Ух, как же он расстрелялся. Алистер. И Алистер его даже не останавливает. Это жесть. Это трипл килл от Эпок Дюда. Он в одиночку вскрывает Аплент, Сика и Хац. И вот самое неприятное в этом всем, что им придется идти на это выбивание, потому что это последний раунд. Второго. Падает тот самый Эпок Дюд. Он сделал квадрокилл в этом раунде. И в итоге Сика один против четверых. Рофлка. Ах, попытался ноускопом. Трудно поверить, учитывая также тот факт, что Сика уже в спине. И он выключает Эдикта. И заметил еще и Рофлка. Ну, короче говоря, тут на этом все можно заканчивать. Рофлка. Три хп. Один в три. Девять семь. Ренегейтс. Берут второй пистолетный раунд. Ну да, можем их, конечно же, с этим поздравить. Не дали оппоненту сравнять счет. Изик, кстати, забрал все-таки Алистера со своего скаута. Не знаю, Инс будет здесь пикать или нет. Так, Эдикт на деревяшке. Попадает по мальте. Но все-таки 4 в 3 сейчас за Ренегейтс. Мальта красная. Ему действовать одному очень-очень опасно. Он это понимает, отходит назад. И сейчас его команда будет пытаться выйти под оплент. Так, скаут попадает, но в тело. Пизи минус. Вдвоем остаются Апокдюд и Брейс. Апокдюд здесь может еще одного подловить. Вот, минус Инс уже есть. Отлично. Бомба плентит с этим временем. Сика на прикрытии работает. Так, падает Брейс. Ни в коем случае команде из Австралии нельзя терять. Брейс на центре. Убивает Сика. Дождался Элистейра. Но вот по одному действовали в этой ситуации игроки атаки. Пизи еще и Мальдон наказывает. Прилетает Молотов на бомбу. Падает Брейс. Инс 100 хп против двоих. Уже не 100. Поторопился. По-моему, времени еще достаточно, чтобы разыграть этот клач. Просто 40 хп улетели в никуда под флешку. Ну что ж, но Савик заединился. По идее он должен читать. Но Пизи здесь оказывается проворнее. Забирает Инса. Так, ну и вот он экшен. Набрасывает дым под себя Апагдуд. Прячется. Ослеп. Пизи убивает Сика. Ждет выхода с рампой. Тут уже всех пропустил. По-моему, Апагдуд первого убивает. Под Пизи нужно играть аккуратно. Элистейр побеждает в этой снайперской дуэли. Это 3 в 3. И не все так уж и плохо на самом деле. Для Ренегейтс, как могло показаться, Инс открывается против Брейса. Делает минусы. В итоге Рофлка последний. Но он идет в спину. Мальта вроде как держится под контролем. Но вопрос таймингов. Ну, вопрос закрыт. Говорит Макс. Сама пикает мидл. Обнаружили у нас Сико. Ой-ой-ой, Сико нужно спасаться. В итоге делает все так, чтобы на него открывались по одному. Но самого Сико хватает только на одного Пизи. Эдикт перестреливает из Юспа. Калаш уже есть на сейв. Трофейный калаш. 13-8 получается. Получается, да. Получается, да. Чтобы все правильно посчитали. Именно 13-й раунд забирает команда Ренегейтс. Рофлка сейвит на теспауне. Залез повыше. В надежде, что его тут никто не найдет. Ну, когда Зевса исключили из команды, чтобы Старикс капитанил на тренере. Вот так, ну, Симпло тренировал Старикс, получается. Но всех остальных нет. Пизи не дали засейвить снайперскую винтовку. Но, по крайней мере, выживет Апогдюд. Забрал он калаш. 14-8. Клистейра, 4-4. Хорошо, ты стоил. Она, по-моему, еще в спине. А, не-не-не-не-не, это Мальт, по-моему, двигается, да. Апогдюд жестко стреляет на Авертигат. Ничего не скажешь. Еще дальше лезет. Ну, это зря. Это уже зря. Тут Мальт в спине пришел. Опять, да. Большинство за защитой. Зачем ты лезешь в смог? Могли бы сейчас не дать поставить бомбу Ренни Гейтс. И, ну, мне кажется, да, спокойно 9-й раунд взяли бы. Апогдюд, конечно, хорош. Конечно, прекрасную стрельбу демонстрирует. Два минуса дал в этом раунде, но... Так, Рофлка здесь, кстати, забрал Мальту, подловил на гранате. И сейчас, на самом деле, были бы шансы. Один на один остается Сика против Рофлка. А Рофлка вообще не стесняется своей позиции, несется вперед. И это 15-й для Ренни Гейтс. В итоге Пизи и Эпок Ду. Два самых результативных игрока команды Вертекс остаются вдвоем против четверых. Им некуда деваться, придется идти. И идти придется на Инса. И Эпок Дуду, Пизи... Ну, за этот раунд не потратил ни гранаты. Вот только сейчас сделал свой первый выстрел. Убил Инса, но впереди еще три игрока. Один из них Элистейр, который оказался неодолимой преградой на пути команды Вертекс и Пизи, в частности, к 9-му раунду. Ну и мы можем поздравить Ренни Гейтс с победой. 2-0. Простой... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова